Игра «Ленивый богатырь» Обленился наш богатырь, Одарела хворь его сонная да монотонная. Спит, ленится и службу не несёт. Нужно ему помочь, а что же ему поможет? Конечно, слово русское, настоящее, Буквы добротные. Напомни-ка нашему лежебоке кодекс богатырский. Прочитай предложение и выдели гласные красным, Твёрдые согласные с синим, Мягкие согласные с зелёным цветом. Выдели все гласные красным цветом. Итак, это игра, которую мы предлагаем детям в первом, во втором, в третьем классе. Для того, чтобы они научились выделять твёрдые и мягкие согласные. Таким образом их помечать. Твёрдые синим цветом, мягкие согласные зелёным цветом, Ну а гласные традиционно красным цветом. В настройках мы можем выбрать количество звуков, Какие твёрдые и согласные, мягкие и гласные, Их варианты, так сказать. Выбираем красным цветом только гласные. Здесь ребёнку нужно быть максимально внимательным, Потому что нельзя это путать с согласными звуками. Синим цветом пометь твёрдые согласные. Твёрдые, да, то есть уже ребёнок должен понимать, Что твёрдый всегда перед гласными первого ряда. Богатырь. Но С не подойдёт. А вот Т у нас твёрдое. Ш всегда твёрдое. Зелёным цветом обозначь все мягкие согласные. Здесь мы не только обозначаем цветом, Здесь важно ещё и прочитать это предложение, Потому что здесь такие правила про богатыря. Написано «Богатырь носит шлем». Мягкие у нас здесь «ре», «се» и звук «Ль». В слоге «ле». Выдели все гласные красным цветом. Следующее предложение про богатыря гласит. У него хороший аппетит. То же самое. Начинаем с гласных и выделяем их последовательно. Хорошая игра для того, Чтобы ребёнок потренировался в определении согласных И гласных звуков, да, И в понятии твёрдые, мягкие, согласные.